Друзья мои дорогие, я вас рад приветствовать, вы на канале Adam's Channel и давненько я не снимал видео по нейросетям, а именно Stable Diffusion Automatica 11.11 Сегодня я хочу вам показать отличную технику работы с текстом в Stable Diffusion Хочу вам показать, например, вот такое И да, друзья мои, это можно реализовать в Stable Diffusion Смотрите, я взял текст Stable Diffusion, создал его в Photoshop Просто текст, шрифт на белом фоне, черными буквами, квадратный формат Сохранил этот файл в виде PNG, можно и JPEG, то есть как хотите Закинул его в Control.net и с помощью определенных манипуляций и моделей Control.net Я получил вот такой текст, который, как видите, состоит из новогодних шариков Вот так вот просто, без каких-либо ошибок Вы видите, здесь отличные светотени, цвета, текстура этих самых шариков Все как в реальности, друзья мои И сегодня я вам покажу, как это можно реализовать Итак, переходим в наш любимый Stable Diffusion Автоматика 11.11 И как видите, здесь я уже тоже что-то сделал Это текст в виде золотых слитков Трехмерный С обликами И здесь тоже мы видим, написано Stable Diffusion Так как же это сделать, друзья мои? Для начала нам понадобится сам текст в виде рисунка В виде PNG или JPEG Вот как я вам уже вначале сказал То есть черные буквы на белом фоне Я пробовал в негативном варианте То есть когда у нас черный фон и белые буквы Но там получается не очень хорошо Видимо нужно вот так То есть фон должен быть белым Далее мы с вами используем Control.net Control.net у меня, видите, версия 1.1.416 Насколько мне известно, это последняя версия Дальше мы кидаем рисунок в Control.net Unit 1 Вот у нас здесь первая вкладочка Активируем Enable Включаем Pixel Perfect И выбираем модель Kenny Та самая модель, которая берет контуры изображения Итак, активируем Kenny Препроцессор Kenny И модель тоже Kenny Здесь вот мы ничего не трогаем Оставляем все как есть 100, 200, балансы То есть сбалансированы И в общем с этим мы закончили С Control.net Далее мы приступаем к написанию промта А промт у нас вот такой Text в кавычках Stable Diffusion И дальше мы пишем Видеть чего мы хотим видеть этот текст Я написал Like Gold Texture То есть как золотая текстура Ну или как золото Дальше, если нужны, например, блики Я добавил токен LensFlyer Если нужно, чтобы это выглядело как 3D То есть трехмерная модель Трехмерное изображение Я добавил токен 3D модель И дальше, собственно, сам фон Background Snow Вот снег Night Ночь И Landscape То есть такой снежный пейзаж Далее я добавил токены Которые отвечают за качество То есть у нас это Photo Quality То есть это будет именно фотография HD 8K High Quality Высокое качество High Resolution И Sharp Focus То есть чтобы это было все в фокусе Также я поэкспериментировал с негативными промтами Исключив всякие уродливости, деформации и рисунковатости Да, такое новое слово Ну и, конечно, можно экспериментировать с самими сэмплерами Я, видите, использовал сэмплер DPM++2MKRAS Который находится на самом верху А, как правило, то, которое находится на самом верху Оно является одним из лучших сэмплеров Дальше я экспериментировал с CFG с кейлом Остановился на 9 Количество шагов 20 Ну и, собственно, все готово для начала генерации Давайте сгенерируем еще один вариант золотого текста И вот такое волшебство у нас происходит, друзья Действительно, золотой текст Даже вот буква Е Она такая прямо вся в перспективе Посмотрите сюда, сюда Да, конечно, есть некоторые искажения Но это не так уж и значительно Ну и, конечно, есть блики Потому что я их указал в промте Если я их не буду указывать То бликов, соответственно, не будет Ну а для реалистичности, конечно же, они нужны И вот, как видите, я убрал lens flyer То есть блики И бликов теперь не стало Но зато текст теперь стал больше таким золотым Как бы, да Посмотрите, как это аккуратно выглядит Даже вот здесь на букве Е У нас вроде снежок Посмотрите И сами буквы лежат на снегу И как это все выглядит реалистично и красиво Друзья мои, продолжаем экспериментировать И следующая стилизация Это текст, который сделан из хлеба Вот так это выглядит Видите, stable diffusion у нас в виде хлеба И лежит эта надпись прямо на хлебе Какая же у меня здесь подсказка Text stable diffusion made from bread texture С весом 1.1 3D Дело в том, что если вес бы я не изменил То у меня не дает достаточного эффекта хлеба Поэтому, чтобы усилить этот эффект Я добавил ему веса То есть с весом тоже вы можете экспериментировать Вот еще один такой вариант стилизации под хлеб Друзья мои, ну а этот текст я сделал из камня Как видите, очень все реалистично На камне, как будто выдолблено слово Stable diffusion У нас есть снег, как видите, тоже Тени, светотени В общем, все, что создает реалистичность А какой же prompt я использовал в этом случае Давайте посмотрим Text stable diffusion в скобочках made from stones То есть сделан из камней с весом 1.2 В данном случае я экспериментировал с весами Потому что с низким весом, то есть с обычным весом Такого эффекта не получается Добавляя больше веса, я, соответственно, получаю камень Далее token front view, то есть вид спереди Standing on snow, что означает текст, стоит на снегу И вот получается вот такой замечательный трехмерный каменный текст Друзья мои, а вот этот текст я получил, используя token wood texture То есть текстура дерева Как видите, это тоже выглядит очень реалистично и похоже на дерево Made from wood texture Тоже с весом 1.2 А давайте попробуем сделать следующее Мы напишем standing on snow, то есть стоит на снегу Также мы добавим токен night Ночь, чтобы у нас было ночное освещение И мы еще добавим неоновые цвета То есть неоновые цвета И еще мы добавим неоновые цвета Значит, made from wood texture И дальше мы добавим with neon lights Попробуем, посмотрим, что получится Ну и посмотрите, что у нас получилось Да, действительно, у нас есть неоновые цвета На некоторых буквах Не на всех, конечно, получилось это Но это создает такой эффект Такого интимного Теплого освещения Вот ночь, там избушка Снег И такое вот уютное место Куда можно зайти Погреться Выпить Чего-нибудь горяченького Ну и хорошо провести время Друзья мои, а вот такой текст я сделал с помощью токена Watercolor Style То есть теперь надпись Stable Diffusion Выглядит будто нарисованная акварелью Вот такой промпт используется Watercolor Style с весом 1,2 Как видите, все Теперь абсолютно все И бэкграунд Стэнли конснау Найт Все это теперь стилизовано под акварель Конечно, вы можете использовать и другие художественные стили Друзья мои, ну и напоследок покажу вам подсказку С помощью которой можно получить вот такие вот надувные шарики То есть текст из надувных шариков разноцветных Значит, здесь используется вот такая подсказка Сам текст в кавычках и Like Colorful Balance Что означает, как разноцветные шарики Вот здесь я использовал сэмплер Euler шагов 30 И CFG Scale 11 Ну что ж, друзья мои, теперь вы можете использовать модель Kenny Для текста Для стилизации текста Который вы создадите в каком-нибудь фото редакторе Наподобие фотошопа На белом фоне, черными буквами Дальше вы просто закидываете это в Control Net Убираете модель Kenny И просто используйте различные подсказки Чтобы стилизовать ваш текст Под необходимый, нужный вам стиль Друзья мои, надеюсь вам видео понравилось Если это было так Ставьте лайк Напишите комментарий Подписывайтесь на канал Ну и на этом я буду с вами прощаться Спасибо, что провели это время со мной До новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok